Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели». Студия Амир Кедрасов. Начнём с официальной хроники. 10 августа состоялось 64-е заседание Совета городского округа третьего созыва. Вот этот акцент на третий созыв – не случайное заседание для нынешнего депутатского корпуса – последнее. Полномочия действующих депутатов истекают в сентябре. О предстоящих выборах ещё расскажем, но сначала о тех вопросах, которые были рассмотрены на заседании городского совета. На повестке дня 64-го заседания стояло 8 вопросов. Заседание проходило с участием общественности города. В большом зале собрались депутаты, руководители предприятий, организации и учреждений, а также средства массовой информации. По первому вопросу докладывал первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Вопрос касался развития производства продуктов питания в городском округе. Из доклада Ирины Александровны можно сказать, что объём производства с каждым годом растёт. А с открытием маслоэкстракционного завода в городе Кумертау уменьшится безработица в городе. На заводе будет создано 520 новых рабочих мест. Ещё один важный вопрос касающийся подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Из бюджета Республики Башкортостан подготовка образовательных организаций к новому учебному году направлена 4 миллиона 900 тысяч рублей. Из муниципального бюджета 12 миллионов 737 тысяч 600 рублей. Смертная документация для проведения аукционов по капитальному ремонту прошла экспортисту и получила положительное заключение в Федеральном центре ценнообразования строительства и промышленности строительных материалов по Республике Башкортостан в городе Уфа. По словам Марины Владимировны, подготовка образовательных организаций идёт согласно плану. Также были внесены изменения в бюджет городского округа. За счёт остатков средств будет реконструироваться лыжероллерная трасса. Реконструкция нашей лыжероллерной трассы позволит нам, нашим спортсменам, тренироваться в день и сезон. Положительное заключение, достоверность и определение смертной стоимости имеется. Это было крайнее заседание Совета городского округа третьего созыва. В конце глава администрации города Борис Беляев поблагодарил за проделанную работу депутатский корпус. К событию дня сегодняшнего определенной даты для праздника у виновников торжества у строителей нет. День строителей отмечается во второе воскресенье августа. Строительная отрасль – это выдающиеся специалисты, архитекторы, инженеры и высококлассные мастера, посвятившие свою жизнь социальному труду. Профессия, которая во все времена пользуется почётом и уважением. В пятницу 12 августа в Большом зале администрации состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню строителя. На мероприятии присутствовали руководители строительных организаций и заслуженные работники. Подводили итоги и принимали поздравления от заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Курова Юрия Владимировича. Заслуженные мастера и руководители предприятий, я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днём строителя. В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за добросовестное отношение к своему делу. И от всей души пожелать вашим организациям перспективных проектов и надёжных партнёров. Пусть всё, что построено вами, будет предметом гордости и не только наших современников, но и будущих поколений Кумирталстых. С праздником вас! Прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились руками строителей. Роль людей этой профессии стала особой ко второй половине 20 века. Общество начало понимать, какую большую роль принимают строители. И 12 августа 1956 года начали ежегодно праздновать этот праздник. Машинисты, инженеры, специалисты производства и просто рабочие получили почётные грамоты и благодарственные письма от Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Аплодисменты, друзья! Строительство сегодня находится на новом уровне по качеству применяемых технологий. На сегодняшний день самой крупной строительной компанией в городе, наверное, можно назвать ООО «Акрополь». Со словами благодарности, поздравлениями и о ходе строительных работ выступил директор ООО «Акрополь» Гайсин Хайдар Миншарифович. В сегодняшнее время мы ведём строительство Ледового дворца, которое должно завершить в будущем году. Обещают, что финансирование будет продолжаться в этом году и переходить на будущий год. Также мы строим жильё. Сегодня завершаем объёмы строительства жилья по переселению из петхого жилья, аварийного населения нашего города. Ну и сегодня мы приступили к строительству девятиэтажного семиподездного дома по улице Советско-Комсомольской. И, соответственно, там будет строительство вестись года 2-3 и будет завершаться целым кругом квартала, завершением квартала, потому что замыкаться будет вторым домом, который будет шестиподъездный. И будет он высокий, девятиэтажный, красивый. Поздравляю всех этим прекрасным праздником персональным. Этот праздник для нас, конечно, важный очень, как Новый год, Единый рождень. От всей души поздравляю праздник, с праздником. Всем погреб и здоровья. Для почетных гостей был организован праздничный концерт. В конце праздничного мероприятия по традиции было предложено сделать памятные фотографии. После чего с хорошим настроением гости ушли отмечать профессиональный праздник в кругу своей семьи. Лето, горячая пора и у строителей, и у коммунальных служб города. Одним нужно отремонтировать крыши, другим дороги. Пожалуй, самая сложная работа у тепловых сетей. От того, как отработает эта служба, в летний период зависит, как проведем зиму мы, все жители города. Гульнас Филатова спустилась в траншеи и узнала, какие работы сейчас проводят коммунальщики. Основное количество теплотрасс было проложено в 70-80-е годы. На сегодняшний день износ большей их части намного превысил допустимые нормы. Участились утечки, аварии, а также массовое отключение снабжения теплом жилых зданий, больниц и школ. Поэтому необходимость реконструкции или замены теплотрасс очевидна. В нашем городе плановые работы ведутся по улицам 60 лет Байс СССР и Пушкина и пересечению улиц на Худайбердина. Производится монтаж теплотрассы горячего водоснабжения. Будут вести с работы с завтрашнего дня уже улица Салавата, подводка на Салавата 6. Там изоляция тоже, пенополитановая изоляция, полиэтиленовые оболочки. Ну, там порядка диаметром 89-й, порядка 70-ти метров трубы. Ну и будет продолжаться капитальный ремонт. Согласно плану, у нас 4,5 километра замены тепловых сетей. Капитальный ремонт представляет собой частичное восстановление изношенных труб или полную замену всего участка, изоляционных материалов, ремонта регуляторов, насосов, устройств защиты от электрической коррозии, а также устранение различных видов перекосов. Для того, чтобы выполнить начатый ремонт в сроке, специалистам приходится работать в любые погодные условия. АПУ кладем. Как еще, надо сказать, тяжеловато, но приходится делать. Ремонт теплотрасс подразумевает необходимость земельных работ. Это не только большие траншеи, затрудняющие пешеходное и транспортное движение, но также выхлопные газы от используемой техники, шум и грохот, а в некоторых случаях разлом асфальта и выкорчевывание деревьев. Несмотря на все эти проблемы, жители города с пониманием относятся к необходимости проведения планового ремонта. Ну, неудобства, конечно, есть определенные. Что уж там говорить, дорога перекрыта. Но это, опять же, все делается для нашего блага, потому что мы знаем, что эти неудобства, они временные, они пройдут, но зато зимой мы будем жить теплее и комфортнее. На данное время ремонтные службы полностью обеспечены необходимым материалом для выполнения плановых работ. Завершить капитальный ремонт планируется до 15 сентября. Пока одни работают в 40-градусную жару, другие отдыхают. Этим летом наша телекомпания побывала во всех трех загородных лагерях городского округа. В лагере «Ласточкино гнездо» наша съемочная группа застала родительский день. Мама и папа, а также наша съемочная группа познакомились с тем, как организован отдых и досуг ребят. Третья смена в детском лагере «Ласточкино гнездо» проходит по девизам «Кинолето». Поэтому отряды – это киностудии, и названия связаны с любимыми фильмами. Черный бумер, черный бумер, он всегда идет вперед. Черный бумер, черный бумер, нас никто не обойдет. Лагерь славится своим спортивным уклоном. Так в этой смене сформировано два спортотряда. Спортивные отряды заезжают ежегодно. Ну, как правило, это спортсмены греко-аремской борьбы и лыжные. Всего же в этой смене отдыхает 80 детей. Руководители постарались создать все условия для того, чтобы им не пришлось скучать. Потому как программа у нас достаточно интересная, веселая, очень много развлечений, очень много дополнительных мероприятий. Работают кружки, секции, спортивные секции. У нас обязательно работает инструктор по плаванию, инструктор по физической культуре, который очень много занимается с детьми спортом, волейболом, баскетболом, с футболом, ходим на спортивное поле, очень много плаваем в бассейне. У нас, когда жаркое время, мы плаваем и утром, и во второй половине дня. Каждый родитель хочет посмотреть, как отдыхает его ребенок. В этот день для своих мам, пап, бабушек и дедушек дети устроили праздничный концерт под сопровождением своих вожатых. По словам родителей, беспокойства за ребенка нет. Они со спокойной душой отправляют на отдых своих детей. Некоторые даже сами хотели бы вернуться в свою молодость. Мне очень нравится этот лагерь. Второй год отправляю ребенка в этот лагерь. Довольно ребенок. Вообще в таких положительных впечатлениях. Нравится ему вообще сама атмосфера этого лагеря, где находится то, что вокруг лес. И вообще очень красиво. Здесь такая природа замечательная. Впечатление очень положительное. Очень нравится. С удовольствием. Если бы была в детстве, наверное, сама бы сюда приехала. У меня просто впечатление есть со своим детством. Здесь более чисто свежий воздух и более интересный. Мне нравится то, что здесь и руководство лагеря, и само то, что вожатые находят очень много занимательных занятий для детей. То есть они развиваются. Тем более в таком находится у них отряд. То, что они спортсмены. То есть всегда найдется интересное занятие для них. Впечатления только положительные. Сын у меня есть уже третий сезон сюда в спортлагерь. Вот они тут. Своя группа у них тут. Вот они занимаются здесь. Впечатления только положительные. То, что ребенок чем-то занят. Здесь меня сразу привлекла природа. Здесь все очень красиво. Так свежий воздух другой. Не как в городе. На сегодняшний день оздоровительный лагерь «Ласточкинг-Гнездо» без преувеличения входит в число лучших детских лагерей Юга-Башкирии. Здесь ежегодно ведутся работы по обновлению и улучшению технической базы. Обеспеченность лагеря в этом году очень высокая. Была произведена большая работа по ремонту лагеря. Были проведены ремонтные работы по замене полов. Очень много нового появилось на кухне оборудования. То есть закуплен жарочный шкаф, закуплены новые котлы, ванны и раковины. Поставлены новые два туалета. Если раньше туалеты были уличного типа, то сейчас у нас практически можно их назвать биотуалетами. Там присутствует все необходимое для того, чтобы дети себя чувствовали достаточно комфортно. Летние каникулы 2016 года наверняка запомнятся юным жителям республики, как прекрасное беззаботное время. Даже лучше, чем это бывает в кино. Давай попробуем друг друга любить. Когда не будет все хорошо. Все хорошо. Такое мы увидели уходящую неделю. Удачные начала вам новой рабочей недели. И до встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова